В системе Федеральной службы, войск Национальной Гвардии России, служат сотрудники, девиз которых всегда на страже. Сегодня они являются реальной силой, способной противостоять преступности и терроризму, обеспечить общественную безопасность и покой граждан нашей страны. Об условиях и порядке поступления на службу в Росгвардию и требованиях, предъявляемых кандидатам, мы попросили рассказать помощника начальника отделения учета и комплектования Управления Росгвардией по Карачаве-Черкесии Олегу Кутлакаеву. Олег Тахирович, представителям Росгвардии сегодня предъявляются очень серьезные требования. Скажите, каким должен быть Росгвардия сегодня и какие первоначальные требования предъявляются кандидату, решившему связать себя со службой Управления Росгвардии по Карачаве-Черкесии? Я хочу отметить основные составляющие для сотрудника военнослужащего, который проходит службу в Росгвардии. Он должен быть сильным, смелым, порядочным и честным. У него не должно быть нарушений правил дорожного движения, где-то пересекаться с законом, физически подготовленным, выносливым и уверенным. Ваш совет, как достойно пройти испытания, как к ним готовиться, например, допустим, молодому человеку, который хочет служить в Росгвардии? Молодой человек, который собирается поступить на службу в войсках национальной гвардии, он должен обязательно владеть самодисциплиной. Он должен знать, куда он идет, он должен знать, зачем он идет. Эти понятия, которые необходимо ему в первую очередь осознать самому. И, конечно, обязан заниматься физической подготовкой и саморазвитием. Олег Тахирович, насколько верна информация, что у сотрудника Росгвардии обязательно должно быть юридическое образование или, по крайней мере, должен быть кандидат в мастера спорта? Нет, это не обязательно. Сотрудники Росгвардии, они делятся по специальностям. У нас есть и водители, у нас есть и специалисты таловых служб, инженерных служб, информационных технологий, защиты информации. Также есть юристы. Соответственно, смотря на должности, мы подбираем по образованию людей, потому что должности, они занимаются исключительно по образованию гражданина. Каждый сотрудник и военнослужащий ежегодно, два раза в год, сдает физическую подготовку, а то ежемесячно, особенно касается специальных подразделений, которые у нас имеются. Поэтому, если в спорте есть достижения, кандидат в мастера спорта, мастер спорта или какие-то разряды юношеские, это очень сильно приветствуется. Скажите, а какие вузы России сегодня готовят специалистов Росгвардии и по каким специальностям? В Росгвардии у нас имеются четыре вуза, которые готовят кадры для войск национальной гвардии. Это академия, Санкт-Петербургская академия войск национальной гвардии. Она готовит три факультета. Командный факультет, командно-артиллерийский факультет и военно-политическая работа. Это воспитатели. Новосибирский военный институт. Он готовит специалистов. Это сил специального назначения, спецназ, разведка и командный факультет. Также есть у нас Саратовский институт. Он готовит именно военнослужащих по командной специальности. Также есть Пермский институт. Он самый большой по количеству факультетов. Там есть факультеты технического обеспечения, ракетного и артиллерийского вооружения, информационных технологий защиты информации, факультет связи, факультет тыла, кинологический факультет, а также инженерного обеспечения. То есть это институт, который выпускает выпускников, которые имеют разные специальности, именно специалистов для Росгвардии. В качестве кандидатов для зачисления военной института курсантами рассматриваются граждане только мужского пола Российской Федерации, имеющих среднее полное или среднее специальное образование в возрасте от 16 до 22 лет. Прием граждан и военнослужащих в военной институте проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора уже в самих институтах. Профессиональный арбор именно включает в себя определение годности по состоянию здоровья, это будет проходить в военном комиссариате, определение годности профессиональной пригодности кандидата на основании его социально-психологического изучения и оценка уровня подготовленности в физическом смысле. То есть необходимо ему сдавать физические нормативы, которые установлены в законе у нас. Если у гражданин не получается по каким-либо причинам поступать в военный институт ведомственный, он может избрать такой путь. Он может поступить на службу в подразделение неведомственной охраны по контракту управления Федеральной службы ГОСНГ по Карачаево-Черкесской республике на должность полицейского, полицейского водителя, либо стрелка. Везде требуются люди, они всегда, люди уходят на пенсию, кто-то по достижению предельного возраста. Поэтому какой-то некомплект он всегда существует. И поэтому мы набираем, рассматриваем каждого кандидата, смотря от его психологического состояния, физической подготовленности, мы можем принять на службу. Именно в каждом районе у нас есть филиалы, где проходят службу именно подразделения неведомственной охраны. Ну вот образование получено, что дальше? Как можно трудоустроиться в Росгвардию, кому и куда обращаться? На втором курсе в военном институте заключаются контракты с курсантами на срок обучения и пять лет после срока обучения. То есть после выпуска с военного института военнослужащий направляется для прохождения службы в большие города, расположенные в России, в любую точку России, для прохождения службы уже в должности офицера, звания лейтенанта. Олег Дахирович, ну ведь есть служба, а есть служба военная в Росгвардии. А чем они отличаются? В чем их главное отличие? Да, действительно, в Росгвардии сейчас проходят военную службу по контракту, а есть также проходят службу сотрудники, имеющие специальное звание полиции. Это, если военнослужащие по контракту, это военнослужащие, выполняют свои обязанности согласно федеральному закону о воинской обязанности военной службы. И сотрудники полиции, они проходят службу в специальных подразделениях полиции особого назначения, это ОМОН, СОБРы, также и в федеральном государственном казенном учреждении, в неведомственной охране. Там проходят службу именно сотрудники, имеющие специальное звание полиции. И один из самых важных вопросов, какова зарплата сегодня Росгвардейцы? Какие льготы и виды довольствия получает сотрудник управления Росгвардии по Карачево-Черкесии? Зарплата складывается из оклада по воинской должности, оклада по званию, а также надбавок, которые устанавливаются федеральными законами. Это может быть секретность, допуск к работе с документами, составляющие государственную тайну. Также надбавки дополнительные, которые предусмотрены районами выполнения задач. Помимо этого, для военнослужащих предусмотрена военно-эпотечная система. То есть государство перечисляет какие-то средства ежемесячно на покрытие расходов на военную ипотеку. То есть если военнослужащий берет квартиру, он получает деньги. Также военнослужащие могут быть обеспечены, по его желанию, путевками в санаторий. Это ежегодно предоставляется право каждого военнослужащего. Здравоохранение мы состоим, каждый военнослужащий сотрудник находится на обеспечении в МВД, именно в медико-санитарной части. Лечение, соответственно, получаем бесплатно, согласно федеральных законов, которые у нас действуют в России по отношению к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Олег Тахирович, сегодня во время проведения специальной военной операции мы знаем, что многие сотрудники Росгвардии принимают в ней участие. Как они проявляют себя? Военнослужащие и сотрудники Федеральной службы Росгвардии выполняют задачи в районе специальной военной операции, награждены, очень много награждено государственными наградами и по настоящее время продолжают выполнять с честью и доблестью задачи, которые возложены их в районе выполнения специальной военной операции. Ну что ж, я благодарю вас за то, что пришли сегодня к нам в гости, ответили на наши вопросы. Я желаю вам и всем сотрудникам Росгвардии всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин